Ущипните меня, я не узнаю студию Marvel. Что там с ними происходит? Неужели провальный прошлый 2023 год, ужасные показатели фильма Marvel и в целом разрушительная для киновселенной прошедшая четвертая фаза не прошли зря и Биг Боссы начинают предпринимать самые радикальные меры? Ведь только пару дней назад мы с вами обсудили новость о том, что Marvel планирует вернуться к Саге о Мстителях и при этом вышвырнуть оттуда новых никому не нужных героев, заменив их прежними любимцами. Как теперь вот свежее обновление, что студия видимо окончательно отменяет свою самую прогрессивную франшизу, которой так гордились и они и конечно компания Дисней. Что ж такое вообще тут происходит? Всем привет, с вами Юту и мы начинаем. Итак, сразу скажу, что мы с вами говорим сегодня о фильме Вечные. Вы уверен помните, какой ажиотаж пытались раскручивать вокруг данного проекта пару лет назад. Его нам презентовали как самый масштабный фильм Marvel чуть ли не за всю историю, как кино, в котором собрали невероятный звездный состав, грандиозную космическую историю и вообще а-ля новые Мстители образца фазы номер 4. Что же вышло по факту? На по факту получился, как по мне, очень затянутый, не очень интересный и уж точно не звездный фильм, который по итогу даже не смог отбиться в прокате, хотя и не стал прям каким-то огромным провалом. Тем не менее, еще одной и возможно главной фишечкой Вечных был тот факт, что на тот момент это был еще и самый прогрессивный фильм Marvel. Судите сами, это был первый фильм с бюджетом в 200 миллионов баксов, который студия доверила снимать женщине и писать сценарий, я имею ввиду режиссера Хлою Джао. Далее Вечные преподносились как максимально репрезентативная команда супергероев, в отличие от ужасных почти полностью белых Мстителей. Ну и как вишенка на торте, Фастас в исполнении Брайана Тайри Генри позиционировался как первый в киновселенной Marvel открытый ЛГБТ персонаж, по поводу чего раздули невероятную шумиху как сторонники, так и противники такого вот решения. Так что, конечно, даже несмотря на относительный провал, ну или как минимум не слишком веселый старт Вечных, в Marvel на протяжении всех этих лет упорно говорили, что данная сага не закончена всего одним фильмом. И что надо еще чуток подождать, и уже вот тут вот завтра-послезавтра мы начнем снимать продолжение. Так прошло несколько лет, и вот только на днях босс студии Кевин Файги даже не то чтобы открыто заявил об отмене Вечных 2, но ведь Тиевата дал понять, что этот фильм никогда не выйдет. По словам босса студии, у них нет вообще никаких обозримых планов на Вечных 2. А с учетом того, что даже фильмы, на которые у Marvel есть планы, и более того, есть четкая команда на старт работы, типа как с Блэйдом, например, учитывая, что даже такие фильмы можно ждать годами и ничего не дождаться, то что уж говорить о том, когда прям дают понять, что даже и планов никаких нет. Это простыми словами заявление о том, мол, успокоитесь, все равно ничего тут не светит. И если вам кажется, что такое решение было легко принять, то уверяю вас, это не так. Ведь опять-таки вернемся к моменту о том, что Вечный это был самый прогрессивный фильм Marvel всех времен, и тут вдруг такое. Что и говорить, я прям не узнаю студию в последнее время. Неужели там годы спустя снова возобладал здравый смысл, и после провальной четвертой фазы в Marvel решили, что хватит с них этих дурацких экспериментов, нужно возвращаться к тому, что в самом деле работало, работает и приносит отличные результаты. Ну, как, например, новый Дэдпул. Из этой же оперы и новости о том, что братья Руссо должны вновь вернуться, чтобы снять пятые и шестые Мстители, и слова лично Файги о том, что далеко не все новые герои из новых фаз Marvel после Эндгейма будут участвовать в этих фильмах. Опять-таки нормальным языком это значит, что в студии не хотят снимать большую часть тех, кого они сами притащили в свою киновселенную. Зато уже активно, хоть и неофициально, заговорили о возвращении прежних любимцев. Так что прям боюсь сглазить, но хочется верить, что старая добрая киновселенная в обозримом будущем снова явит себя миру. А что вы об этом думаете? Пишите ваши мысли в комментариях, ведь на сегодня мы заканчиваем. Не забывайте подписываться на наш канал и нажимать на колокольчик, чтобы ничего не пропустить, а также ставить пальцы вверх. Спасибо всем за просмотр. Пока-пока.